Роза Пича Воланш Пича Воланш розы с момента появления вызвала вихрь восторгов, который еще не знала история. Чайно-гибридный сорт предстал предвзором ценителей в Голландии в 2007 году и сразу оказался на вершине всевозможных рейтингов. Вывели культуру в Нидерландах благодаря Лексу Вурну. Роза Пича Воланш имеет удивительно красивый нежно-кремовый цвет. Большой шарм придает цветку контраст лепестков, персиковый оттенок центральных выгодно подчеркивается крайними имеющими легкий оттенок зелени. Характеристика сорта Розовый куст достигает высоты 1 метра, а прямые крепкие стебли разрастаются до 60 сантиметров. Благородно матовые листья насыщенного зеленого цвета подчеркивают нежную красоту бутонов. Роза Пича Воланш Роза Пинка Воланш чарует непрерывным цветением, которое начинается в конце весны и заканчивается с первыми заморозками. Повторное цветение немного слабее. В невесомом слегка пряном и очень легком армате присутствуют тонкие персиковые нотки. Обратите внимание, обычно Роза Пич имеет одиночные бутоны, однако не редкость, когда появляются небольшие кисти с двумя-тремя бутонами. Распустившиеся цвета очень крупные, почти 13 сантиметров диаметром и насчитывают около 60 бархатистых лепестков. Роза Пинка Воланш устойчива к холодам. От распространенных вредителей и болезней имеет защиту. Сортовая роза идеальна для срезки. Прекрасно смотрится одиночной в композициях других цветов. Выращивание розы Период посадки роз такой, как и у остальных розовых кустов, весной либо в середине осени. Отведенное для растения место не должно иметь затемнение сквозняков. Выбирают солнечные закрытые от холодных ветров участки. Для кустарника подойдут дренированные умеренно увлажненные почвы, у которых кислотно-щелочная реакция в пределах 5,6-7,3 рн. Посадка лунки под кусты выкапывают с интервалом 60-80 сантиметров. Глубиной в полметра и достаточно широкие, чтобы корни располагались просторно. На дно лунок выкладывают слой щебня для дренажа. Вынутую почву добавляют торф, песок, минералы, навоз. Посадка важна. Саженцы предварительно осматривают, удаляют поврежденные побеги и корни. Места среза обрабатывают купоросом. Нормальная высота саженца 35 сантиметров. Посадка и выращивание розового куста имеют несколько правил не класть в лунку свежий навоз. Осенняя посадка проводится глубже от прививки. Чтобы предотвратить вымерзание, земля в лунку подсыпается понемногу и сразу же уплотняется, а заполненная лунка утрамбовывается. После посадки под куст нужно вылить пару ведер воды, делая это постепенно, чтобы увлажнение было полным. Слегка просохшую почву мульчируют вокруг кустарника, делают поливочную борозду, до июля бутоны цветов срывают, давая возможность культуре окрепнуть. Уход-уход за розовым кустом в основном стандартный. Полив обычно проводят еженедельный обильный. В сезон засухи поливают по потребности кустарника. Верхний слой постоянно рыхлят, обогащая кислородом. Минимум два раза растения подкармливают комплексными удобрениями, причем в середине лета подкормки должны быть исключительно безазотные. Важно! В профилактических целях и по необходимости проводят обработку розового кустарника фунгицидами. Ранее весной пока цветок полностью не пробудился, делают обрезку. Удалению подлежат старые ветки подмерзшие, приболевшие, а также неблагонадежные. С приближением морозов самое уязвимое место – корневую шейку, накрывают торфяной смесью, образуя небольшую горку. Стебли защищают соломой, сеном, лапником, специальным материалом. Достоинство сорта Главное достоинство – валанж – долгое цветение в срезанном букете. В вазе цветы могут спокойно простоять почти две недели. Также в описании внесена особенность растения – чем жарче погода, тем светлее становятся лепестки его цветов. Роза данного сорта очень красива и не особо прихотлива в уходе. Она будет долго радовать своими цветами в срезанных букетах. Субтитры создавал DimaTorzok